Всем привет, дорогие друзья! Меня зовут Михаил Климчук и у нас сегодня в гостях в студии Дмитрий Гарин. И он меня будет сегодня интервьюировать по поводу нашей передачи, называется она «Интерактивный подкаст». Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Сегодня у нас тема «Современные методы продвижения. Продвижение убираем, продаж в интернете». Тема на самом деле актуальная. Сейчас многие испытывают состояние некоторого кризиса и пытаются переползти как-то с оффлайна бизнеса на онлайн бизнес. И мы немножко с Михаилом решили пробежаться по основным моментам, что в 2020 году, 2021 уже является прибыльным, что неприбыльным, что работает, что не работает. Можно ли самому сделать что-то или все-таки где-то нужно воспользоваться помощью экспертов, специалистов, профессионалов. Итак, Михаил, скажи, пожалуйста, какая сейчас основная проблема, с какой проблемой, да, сталкивается человек, который хочет продать свои товары и услуги в интернете? Вот что он первым делом видит? Ну, давайте, как говорится, немножко по порядку. Хорошо. Сразу же, вот с первых минут я хочу обратиться вообще всем тем людям, которые планируют вообще заниматься бизнесом, все-таки начать немножко читать. И первую книгу, которую я бы посоветовал, называется «На поведение потребителя». Как раз там в этой книге отвечается на вопрос, почему потребитель покупает. Это очень важно, особенно для тех, кто занимается все-таки бизнесом. Мы должны разделить. Существует два вида продаж. Это прямые продажи, это когда клиент приходит в магазин и совершает покупку. И это продажи через интернет. Они еще называются онлайн-продажи. На самом деле онлайн-продажи или оффлайн-продажи – это просто один на линии, либо не на линии, но совершаешь продажи. Это мы сейчас говорим про интернет-продажи. Да, действительно, существует большое количество проблем именно связанных с продажей. Потому что сейчас, в современной, именно в 2021 году уже, если вы не представлены в интернете, если вы не умеете продавать, если у вас нет в штате маркетолога, то вам будет трудно вообще задержаться и остаться на рынке предоставления товаров и услуг. Если у вас нет в интернете, вас в принципе нет. Уже сейчас нет. Знаешь, как вот я две секунды ставочку ставлю, порой я сталкиваюсь с людьми, которые очень экспертные, но у них нет даже листочка А4 на каком-нибудь столбе, что написано, что этот человек предлагает какие-то товары и услуги. Нигде нет. То есть у него где-то есть личная страничка в соцсети, где он постит свои фоточки, и нигде не сказано, что он вообще делает. То есть он думает, что клиенты, они как-то сами придут. То есть у нас сейчас у многих людей есть экспертность, но нет навыка продажи в интернете. И я бы, начиная беседу с первого вопроса, который мы задали, что сейчас человек сталкивается с какой самой большой проблемой – это перегруженность. Да, я как раз хочу еще и дополнить. Ты правильно говоришь. Во-первых, это перегруженность, это тизерная слепота, когда человек просто видит рекламу, но на нее уже просто не реагирует. Вот это один момент. Второй момент. Если же вы производите какую-то продукцию, но сейчас требования к продажам, именно к продажам – это не то, что ты продаешь, а то, как ты продаешь, как ты представлен. Это очень важное отличие, потому что сейчас вышло на рынок интернет-продаж, вышло большое количество непрофессионалов, которые немножко научились сформировать, делать сайты, или там, например, умеют делать какие-то там группы ВКонтакте, и они какие-то уже вещи начинают продавать. И при том еще идет засилие, скажем так, псевдоэкспертов, которые приходят на этот рынок все больше и больше, и тем самым затмевая тех профессионалов, тех компаний, которые раньше существовали на этом рынке. Да, то есть они, по сути, поляна… Качество меняется на количество. Портят, да, то есть сейчас человеку очень сложно выбрать. То есть человек видит красивую картинку, да, встречает по одежке, действительно, там он наделся, его сделали фотосессию, при том, что он абсолютно ни черта не понимает, этот эксперт, да, но очень красиво подали, да, его, вот. И тут тоже очень большой риск ошибиться, да, то есть первое – это то, что действительно нужно понимать специалисту, то есть ему нужно, чтобы к нему пришли, купили, ему нужно блистать, да, сверкать, как-то сделать так, чтобы его контент отличался красотой, потому что я много вижу, ну, как фирм, да, у которых классный контент, классный услуга, классный товар, но они оформляют, знаешь, вот как в старые времена. Картинка. Картинка, да, там написаны голубым цветом буквочки какие-то непонятные, и у тебя получается текста больше, чем картинки, непонятно, то есть несоответствие современным стандартам подачи рекламы. Ну, то есть вот, смотри, давай немножко поговорим о том, что где сейчас вообще можно себя продвинуть, да, давай вот сейчас вот есть самое топовое, что сейчас стреляет, что есть, да, мы поговорим о ТикТок, о платформе. Сейчас она позволяет что делать? Набирать большие просмотры, не имея аудитории. То есть если у тебя есть услуга товар, ты ее можешь продвигать, но проблема в том, что сейчас народ, устав от обилия рекламы, от обилия того, что он пытается продать, он сместился куда? В ТикТок, там, где развлечение, да, где развлечение. И вот надо как-то попробовать упаковать свой продукт в какой-то развлекательный контент. Я бы даже дополнил дело в том, что не просто они в развлечение ушли, а… Переключиться хочется. Сейчас даже не так. Изменилась вообще подход покупателя к совершению покупки. Да. Люди уже понимают, что есть интернет, и когда его интересует какая-то покупка, люди стали более экспертны в плане покупки. Они начинают больше сравнивать. Я сейчас говорю про более молодое поколение, которое давно уже совершает какие-то покупки в интернете. Эти люди экспертны в этом вопросе, и они начинают все это дело сравнивать. И если вы выходите на любую платформу, чтобы было понятно, любая платформа, это как дополнительный способ, где-то даже бесплатный, для того, чтобы вы могли дополнительно рассказать. Но мы сталкиваемся с очень важной проблемой для бизнеса или для тех, кто собирается продавать, что каждая платформа, под нее нужно, условно говоря, готовить специалиста, потому что там всегда… И совершенно… Своя адаптация рекламы. То есть она… Сейчас поговорим про продвижение. Если в Инстаграм люди читают больше, и там меньше просматривают видео, а вот в TikTok, да, заходят более маленькие видео от минуты там до трех минут. Вот. Если YouTube, это совершенно другая платформа. И везде, вот чтобы было понятно, не везде работают ссылочные массы, да. То есть мы можем написать где-то, прикрепить ссылки, но они просто могут не работать в каких-то социальных сетях. Вот сейчас про ссылочную массу я говорю. Знаешь, в чем прикол TikTok? В том, что ты можешь снимать просто видеоконтент, который привлекает, который вызывает эмоции, который яркий, интересный или какие-то обсуждать новости. За счет этого набирать аудиторию, не продавая ничего в TikTok, у тебя будет прикреплен сайт, ссылка на YouTube или ссылка на Instagram. То есть ты продаешь, по сути, в Инстаграме, у тебя там есть либо магазин прикрученный, еще что-то, либо там посты продающие, а просто трафик ты берешь другим контентом. Да, все правильно. Это на самом деле хороший инструмент. И у меня в TikTok, например, 10 тысяч человек подписано на меня, а видео набирает 100 тысяч человек. Ну, 100 тысяч просмотров и больше. То есть оно вирусится. Давай дополним просто скорость увеличения количества подписчиков в TikTok сейчас достаточно просто суперскорость по отношению к другим социальным платформам. Вот, давай немножко поговорим об Инстаграм. Инстаграм изменился. Охваты упали. То есть чтобы сейчас как-то продвинуться в Инстаграм, это очень сложно. Старые методы продвижения, типа там фолловинга, когда ты подписываешься на кучу людей, ставишь им лайки, они тебе подписываются, тоже Инстаграм зажал. Таргетированная реклама в Инстаграме, она сейчас стала дорогой. То есть еще нужно освоиться с кабинетами Facebook, там со всем, чтобы настроиться, тоже на самом деле сложно. Но кто хочет продавать, Инстаграм должен быть в порядке. То есть должен быть, я так понимаю, знаешь, красиво оформлен. Причем нужно следовать тенденциям. Многие думают, что они красиво оформляют Инстаграм, но это их мнение. То есть нужно, вот знаешь, я недавно смотрел ролик, девочка рассказывает про то, как создавать онлайн школы. Она говорит, ребята, самую большую ошибку, которую делают эксперты, они сразу начинают записывать онлайн курс. Вместо того, чтобы взять, собрать свою целевую аудиторию, понять и сделать в каком-нибудь Google формах какой-нибудь опросник и вот эти, может быть, 100 человек, 200, опросить, что им надо, то есть понять потребность. И плюс найти там 50 телефонов потенциальных и просто прозвонить, понять, что им сейчас нужно, вот какая у них ключевая боль. И уже тогда что-то пытаться сделать, а не так, что так мне вот это эксперту или специалисту, да, или тут продвигают услуги. Вот мне это интересно, я сейчас сделаю это и будет работать. Не будет. Будет работать, когда вы ориентируетесь на конкретного человека. На целевую аудиторию, ты правильно говоришь, потому что бить по воробьям из пушки, это прекрасно, но это вот дорогого стоит. Михаил, у тебя есть YouTube-канал, да, называется Бородачи ТВ. Кстати, вы сейчас смотрите его или может быть в других каких-то соцсетях, неважно. Расскажи, пожалуйста, насколько сейчас сложно или не сложно продвигать себя в YouTube? На самом деле не сложно, если ты чем-то занимаешься. Но кардинальным вообще отличием сейчас вот именно в 2021 году это не просто записывать на хорошую камеру, это нужно дополнять еще хорошим звуком. Сейчас действительно вот у нас эта программа называется интерактивные подкасты. Поговори немножечко о сексуальном голосе. Как раз была цель добиться высочайшего качества по звуку, по картинке, по свету. Когда у тебя все снято профессиональным инструментами, то YouTube это видит. И он это начинает подталкивать вперед. Сейчас у нас вообще звук записывается в режиме Dolby Atmos. Это объемный звук, это даже не surround, это, чтобы вы понимали, звук распространяется не только в горизонтальной, но еще и в вертикальной. И именно вот этот формат Dolby Atmos, он как раз дает объемное звучание. Да, плюс у нас сейчас снимает несколько камер. Мы как-то раскидали так, чтобы был и общий вид, и свет. Да, и свет есть совершенно другой. Плюс подсветочка, это все нужно учитывать. Я хочу сейчас по поводу продвижения сказать самое главное. Вот все те соцсети, которые мы перечислили, самое главное, это сузить свое направление в них. Если ты идешь в YouTube канал, то ты видишь, например, свадьбы. Например, о бизнесе. Да, либо о бизнесе. Вот очень хорошо TikTok, Instagram, YouTube, Яндекс.Дзен, они продвигают именно тех людей, которые четко... Сегментированно. Да, да. Сегментированно. Четко, реально. Да, причем сейчас в TikTok, в отличие от того, что было раньше, появилась такая строчка, можно поставить интересы. То есть ты можешь показать, какой контент ты предлагаешь. Там есть, кстати, онлайн-образование, еще что-то такое. То есть ты можешь сделать так, чтобы конкретный человек видел твои ролики, чтобы не какие-то там люди, которые в носу сидят, ковыряются, им делать нечего, которые просто вот так листуны. А именно люди, которые пришли что-то интересное. И очень важно, все правильно ты говоришь, если вы, например, на YouTube создаете плейлисты, то что-то у нас, скажем так, если это развлечение, где-то у нас какие-то курсы, все нужно просто упаковать, разложить, оформить. Опять же, должна быть определенная стилистика, чтобы люди действительно видели. Очень большое нужно уделять внимание это превью. Потому что люди в YouTube, они должны среагировать на первую картинку. На ключевой триггер, именно какое-то слово, которое или там название именно какого-то видео, оно должно просто цеплять. Да, то есть должно быть ярко, должны быть большие буквы. Вот эта первая картинка, которую выставляете в YouTube, она должна цеплять. Еще очень важно, вот про все эти соцсети, да, очень важно сейчас проводить прямые эфиры. На самом деле, очень много людей, ну, экспертов склоняются к тому, что люди продают в прямом эфире. То есть говоришь, что делать, не говоришь, как делать, приходите, записывайтесь на курс. А в TikTok сейчас есть такая штука, называется монетизация. то есть ты ведешь прямой эфир, и тебе скидывают донатики. Также вот в YouTube, в YouTube, кстати, ну, Instagram не реализовано. Да, Instagram пока не реализовано, но в YouTube можно подключить донатер какой-нибудь, правильно называется, да, и очень много сейчас блогеров, они, которые, помните, по видео, как его, как его сказать, Таран, да, вот он раньше снимал просто ролики, а сейчас он, свадьбы, да, а сейчас он плюнул на эти свадьбы, и просто проводит прямые эфиры, и там ему каждые 10-15 минут кидают, там, 500 рублей, 1000 рублей, вот донатики люди кидают. Три раза он выходит в неделю, и благодаря тому, что он выходит какие-то донаты, знаете, вот казалось бы ерунда, но 500 рублей даже я отправлял. Вот, во-первых, оказывается, вот записывайте, да, то есть вот я как, ну, подписчик, мне нравится то, что он делает, я просто задал 500, ну, положил 500 рублей, и написал, это тебе там, условно говоря, на объектив, задал какой-то вопрос, и что самое интересное, ну, ради прикола я хотел тебе отправить, я просто взял запись того, когда прилетает этот вопрос, просто показать, как работают эти донаты, и что вот как раз мой вопрос озвучивается, ну, просто прикольно. Я знаю, что скажу, вот смотри, все вот, мы сейчас очень много чего нам рассказали, да, очень классно попасть человеку в какую-то, знаешь, команду, которая это все делает. Вот, например, у тебя есть продакшн, то есть ты занимаешься раскруткой других бизнесов, рассказываешь, ты приглашаешь людей к себе на подкасты, для того, чтобы человек там, ну, проговорил какие-то вещи, но, причем ты можешь помочь ему, да, настроить донатики, ты можешь помочь показать, какие превью работают, какие не работают, ты показываешь, как оформить канал, чтобы вот ключевые вещи вытащить, да, там, прелые листы, то есть это вот очень большая, на самом деле, ну, пласт забот снимает человек, который в этом уже варится, поэтому очень важно найти не просто, ну, в сетях пытаться себя представить, а найти человека, который немножко в этом соображает, хотя бы на шаг на два вперед, и может адаптировать под разные платформы. Смотри, сейчас у нас трендовая штука, есть такая Яндекс.Дзен, для любителей статей, но это не только статьи, там выкладывается и видео, в чем прикол Яндекс.Дзена, вот как я вижу, мне он жутко не нравится в плане того, как ты загружаешь эти видео, все, они долго-долго проверяются, очень много блокируются, но если твое видео или статья попала уже в ленту, она у тебя навечно, и она начинает индексироваться, это самое главное. То есть она дает вот именно вот этот человеческий массив, когда к вам уже, вот чтобы вы понимали, у вас, например, канал может быть, условно говоря, 500 человек на Ютубе, но если вы используете Яндекс.Дзен, и ваши статьи, ваши видео набирают максимальный охват именно в Яндекс.Дзен, то к вам, вот у меня просто друг, маркетолог Павел, и он как раз сказал, что мне на канал с небольшим количеством подписчиков уже обратились клиенты, которые готовы какую-то рекламу у него уже заказывать, партнерскую программу. Очень мне нравится в Яндекс.Дзене то, что там есть РСС-лента, то есть вы ведете свой блог у себя на сайте, на своем сайте публикуете статьи, РСС-ленту вставляете через, там очень просто, свой сайт привязываете к Яндекс.Дзену, и у вас статьи автоматически с вашего сайта публикаются, публикуются, то есть человек читает вашу статью не в Яндекс.Дзене, нажимает, переходит к вам на сайт. Это очень круто. Да, очень многие, если правильно говоришь, многие компании, которые занимаются разработкой сайтов, они действительно сейчас стараются сотрудничать с большим количеством платформ, чтобы вы занимались не распылением на разные платформы и загружали, потому что это время ваше, а вы действительно делали на своем сайте, и автоматически все это происходило, выгрузка материала на другие платформы. Смотри, я сейчас по поводу индексации сказал. Это для некоторых людей, может быть, непонятное слово. Непонятно. Индексация, это значит, что при поисковом запросе вам будет поисковик выдавать вашу статью. Если вы публикуете статью, например, в Инстаграме, никогда поисковик ее не выдаст. Если вы ВКонтакте публикуете, не выдаст, выдаст у вас поисковик в Ютубе, выдаст вашу статью в Яндекс.Дзене и еще где-то там выдаст по чуть-чуть. Можно я дополню еще по поводу индексации? Индексация. Простым примером. Прочевые слова еще скажи. Как раз вот индексация, это что? Это когда вы какую-то статью или какой-то товар максимально описываете ключевыми словами. То есть, если, например, Паша ел кашу, то это как раз более сегментированно и точно обращается к Павлу, например, на то, что он ел кашу. А если человек просто вбивает, например, слово ел или ел кашу, то там расширяется поиск. А когда Паша ел кашу, мы забиваем вот эту ключевую фразу, то любая поисковая система быстрее находит именно проиндексированную эту ключевую фразу именно в этой статье. Давай дадим людям бонус, маленькую фишечку, что есть такая штука Wordstat, Яндекс, которая дает статистику по ключевым запросам. И перед тем, как назвать видео или вставлять какие-то ключевые фразы, нужно проверить их в Wordstat. Последние запросы в течение месяца. Да, сколько было запросов. Бывает там фраза, а там 3 миллиона запросов. И это очень классно работает. Статья мгновенно. Плюс я рекомендую смотреть за новостями и использовать какие-то трендовые вещи. То есть, ты пишешь статью на актуальную тему. Например, сейчас какая актуальная тема? Сами все знаете. Вот. Ее и пишите. Смотри, сейчас появился очень крутой инструмент, называется WhatsApp бизнес. Вот для меня, как для человека, который продает тренинги и курсы, я сейчас перешел полностью на него. Я в WhatsApp бизнес. Я... Сначала человек попадает ко мне в WhatsApp бизнес. Он помогает что сделать? Сегментировать аудиторию. Если человек тебе подписался в WhatsApp бизнес по ссылочке, по ссылочке, да. Сементировать, да. Сделать CRM-систему, мини-CRM-систему прямо в твоем телефоне. Не матюгайся в эфире, да. С этим громкими словами мы потом объясним. Как я работаю, да. То есть, ко мне приходит человек, я его сразу определенным флажком помечаю. Этот человек у меня пришел, купил такой-то курс или он у меня пришел, подписался в чат какой-то, да, то есть поддержки. То есть, я могу с помощью этих флажков, которые я расставляю, разноцветных, да, потом делать рассылку. То есть, у тебя получается, сейчас, если у нас раньше все время, да, вот мы пользуемся рассылками в Ян, в Мейл, да, Ру, там еще что-то, но перестали читать вот эти поисковые ящики. Там куча спама, куча всего. Ватсап-бизнес, он пока что в этом плане не такой загруженный. И получается, если вы взяли все, например, розовые флажки, которые вы поставили, вот, вы взяли, делаете рассылку по ним, то есть, человек видит это как личное сообщение у себя ватсапе, а не как какую-то спамовскую рассылку. Через час, через типа вы пригласили в общий чат и потом всем выкинули, вот типа условно говоря. Да, одним вам нужно вот такие-то сообщения, то есть, вы делаете с помощью ватсап-бизнес точку сборки. Еще, Расскажи, там, по-моему, можно делать мини-сайт и продвигать свои услуги в ватсап-бизнесе, правильно? Нет, там есть как каталог товаров. Получается, да, мини-лейдинг получается, правильно? То есть, вы в любом случае, да, ну, как бы так, делать меди-лейдинг, где вы делаете описание вашего бизнеса, подгружаете какие-то ваши товары, у вас там есть быстрые ответы, например, вы быстрые ответы можете забить какие-то там переводы денежных средств вам на карту там, да, или там на какой-то ваш сайт. Это вон в плане в виде быстрых ответов. Ты правильно сказал, что можно сегментировать людей по разным, скажем так, категориям. Те категории, которые вы захотите, вы их присваиваете. Опять же, это как раз мини-серем система, где вы увидите и управляете именно вообще, когда последний раз вы общались с этим клиентом. Это точка сборки, это там, где у вас будет, вы можете там и чат свой сделать и отдельно ссылочку на чат людям посылать. Еще есть быстрые ответы, это когда к вам человек пришел, вот здесь как раз ты правильно сказал про спам-рассылку, которая существует через почту, то когда человек пришел вам в WhatsApp бизнес, то вы с ним как бы немножко лично познакомились, потому что вы уже заранее что-то, какую-то работу провели, написали пост или там видео, какой-то, вот, и человек вам просто попадает. И когда он вам пишет там здравствуйте и задает какой-то свой вопрос, ему уже прилетает приветственное сообщение, чтобы, ну, если он знает по какой тематике вы работаете, вы сразу же ему даете уже ответ и знаете, вот, что ему быстренько кто-то уже ответил. То есть это подогревает на дальнейшее, как бы человеку задавать уже вспомогательные вопросы и вы уже понимаете, можно сейчас, вот помнишь, есть еще хорошая сейчас тема, да, мы давай поговорим немножко о чат-ботах, да, о разных. Вот мы первое, то, что мы сейчас проговорили, да, это с тобой уже получается CRM-система, это система, которая начинает автоматически делать какие-то вещи со вас, ну, чтобы кто-то, может быть, не понимает, вот, и есть такая штука сейчас, чат-боты, они в Телеграме, в WhatsApp, да, то есть есть определенные компании, есть определенные специалисты, которые настраивают эти чат-боты. Это на самом деле только выглядит страшно, на самом деле это не так сложно, только сами не ползите туда, лучше заплатите там небольшую денежку, вам этот чат-бот сформирует, у человека, когда будет заходить к вам в Телеграм-канал, кстати, хороший даже способ для ведения, продвижения своих товаров и услуг, да, когда человек на Телеграм-ленту подписывается и у вас появляться будут кнопочки, кнопочки посмотреть, дальше пролистать какое-то видео, подписаться, оплатить, то есть все можно туда в Телеграм подключить, все ваши кнопочки, все, что вам надо. Вот, смотри, что сейчас плохо работает? Спам-рассылка плохо работает, холодные звонки, вот как тебе нравится, когда тебе, они работают, да, но это, я не знаю, я никогда ничего не покупал. Слушай, я начинаю, если мне поступает какой-то звонок, я его вношу просто в черный список, вот, мне неприятно, когда мне звонят. Когда люди врываются, врываются, да, в твое личное пространство, ты чем-то занимаешься, ты понимаешь, что ты не успеваешь в сегодняшнее время, и чтобы тебя не отвлекали, ты после такого звонка, ты понимаешь, что тебе надо его просто забанить, поэтому те, кто решил продвигать и платить деньги колл-центром, должны давать себе отчетность, отчет, потому что вообще ваши предложения могут заблокировать, и у вас есть право, вот в данном случае, право только на один звонок, как адвокату. Да, да. То есть, вот если вы позвонили и вы неправильно что-то сказали, то все, это хана. И вы можете таким вот образом, передав какую-то свою функцию общения с клиентом, передав колл-центр, вы, грубо говоря, можете сформировать достаточно отрицательное отношение к вашему вообще бренду, тому товару, что вы продаете. Тут проблема, знаешь, в чем? Человек сосажает людей, которые в продажах им скрипты написали, но они никогда не были в роли человека, который сидит сзади, как предприниматель, да, они не имеют этого предпринимательского мышления, и вместо того, чтобы спросить человеку, что тебе надо, что тебя волнует, что тебе хочется, они начинают втюхивать свои услуги и тащить человека по скрипту, не подружившись с ним, не создав какой-то аэропорт, да, то есть... Опять же, смотри, ты скрипты знаешь их, я знаю скрипты, совершенно другие вопросы. Мы начинаем ломать эти скрипты, и человек не готов. Вот, смотри, что ты скажешь про таргетированную рекламу? Вот чем ты пользуешься? Сейчас на самом деле ты контактом пользуешься, правильно, в основном? Нет, почему? Все по-разному. Все зависит, опять же, от видов бизнеса. Если говорить про гостиничный бизнес, то предпочтительнее все-таки пользоваться поисковиками или таргетированной рекламой. То есть в поисковиках работает? Работает. Однозначно работает. Работает. То есть, ребят, я даже больше сейчас скажу. Какой? Яндекс или Гугл сейчас лучше работает? Или у тебя там реклама? Тут вопрос личное предпочтение твоих потребителей. Кто-то пользуется браузером Яндекса, кто-то пользуется браузером Гугл. Я бы здесь, если говорить про гостиничный бизнес, то я бы все-таки рекомендовал для каждого бизнеса, сейчас очень много вот этих поисковых систем работает, особенно вот Яндекс, и появился раздел Яндекс.Услуги, когда человек запишет какую-то услугу, то сейчас вот важно все-таки начать идти сотрудничать с Яндексом. Например, если говорить про гостиницы, существует масса партнеров сейчас, когда ты у них берешь XRM-систему, начинаешь работать в ней, а там автоматически уже выползает, например, если у тебя наберут свободно, уже прямо в Яндексе. То есть человек не будет там сейчас заходить тот же Booking.com, когда он увидит, что есть Яндекс, и там просто можно сразу забронировать. В угла то же самое. Ты сейчас очень хорошую штуку сказал. Это тоже, кстати, как инструмент. Если у вас есть какая-то штучка, если вы работаете в каком-то отдельном месте, используйте Яндекс.Карты. Это бесплатный инструмент для продвижения. То есть вы должны сделать, ну, оформить страничку, загрузить на Яндекс.Мапс, да, вот эти свои фотографии, свой сайт, время работы. Не просто загрузить, стиль должен быть единый. Если у вас Инстаграм, Контакт, Ютуб, и даже вот эти карты, у вас все должно быть выполнено в одном едином стиле. В едином стиле. Вот это очень важно, да. И очень важно попросить своих знакомых написать какие-то отзывы, да, чтобы это тоже было важно. Вот. И мы сейчас подкатываемся потихонечку. Смотри, про таргетинг мы начали говорить, да, то есть все таргетинги в принципе работают. Да. Все таргетинги работают. Вот. Вопрос цены. Тут выбирать кому как, да, то есть под какую-то нишу. Я даже вот... Важно, нужно понимать, знаешь, чего? Нужно понимать, если ты бизнесом занимаешься каким-то более серьезным, тебе нужно искать платформы, где аудитория сидит более серьезно. Например, на Фейсбуке люди другой аудитории, правильно, целевой? Мы говорили, да? Мы не сидим там. Да, мы не сидим там, но люди там немножко другие, продажи там по-другому совершаются. Если вы ползаете в ТикТок с развлекательным контентом, да, и пытаетесь продавать там трубопроводы, да, или вентиляционные системы, там их брать не будут, то есть это тоже надо учитывать. Пусть там и охвата, и все, но никто не будет вашей, ну, вот, поэтому нужно четко понимать, куда вы вливаете деньги. Очень хорошо, я так думаю, можно таргетироваться в Ютубе, да, то есть вы записали ролик, да, ролик, и уже поставили его, но мы об этом позже поговорим. Вот, сейчас хочется, знаешь, что еще про сайты поговорить? Умерли сайты или не умерли? Нужен ли сайт или не умерли? Можно просто инстаграм-визитку сделать какую-нибудь, или топ-линг какой-нибудь с ссылочками со своими соцсети? Что, сайт вообще нужен или нет? сайт нужен, объясню, если говорить, вот, про гостиничный бизнес, то, когда ты покупаешь, например, или берешь какую-то платформу, ты ее встраиваешь, например, на свой сайт. А когда клиенты просто приходят, например, через Яндекс, тот же, да, там, то ты, получается, оплатишь какую-то определенную дельту. Но что мешает человеку, если ему все понравилось в этой гостинице, уже найти тебя напрямую? И сайт как раз вот здесь тебе помогает сэкономить. То есть, поэтому сайт в любом случае нужен, потому что на нем ты, как ты видишь свой бизнес, что ты хочешь, вот самое главное показать, ты это покажешь, потому что у тебя могут быть дополнительные услуги. То есть, ты продаешь номерной фонд, но у тебя при гостинице есть питание, трансфер, экскурсии и там прочие-прочие услуги. То есть, в большом количестве постов ты это не покажешь. Для бизнеса это обязательно. Да, то есть, ну, опять же, все зависит. Мне очень нравится, смотри, то, что в сайте, если ты грамотно пишешь статьи, если ты ведешь на сайте блог, он тоже индексируется, да, то есть, индексируется, он начинает выползать в поисковой строке. Ты пишешь гостиница, например, вот, и он начинает твоя статья вылезать, да, то есть, в гостинице какие-то проблемы, еще что-то, острые какие-то моменты описываешь. Плюс, там можно прикрутить кассы, да, то есть, ты можешь совершать на сайте продажи, да, то есть, если ты ИП, прикручиваешь кассу. Казаться интернет-эквариинга. Да, да, то есть, можешь это делать. Потом, на сайте что? Можно собирать отзывы. На сайте можно прикрупить все свои соцсети, можно показывать ролики, можно вставлять скрипты каких-то, как называется, приложений, да, сторонних, например, там, всякие метрики, неметрики. Плюс, ты сайт свой прописываешь во всех поисковых системах, да, если вот вы делаете сайт, не забудьте это сделать, потому что многие сделали лейтинг, а его поисковики не видят, ты не зарегистрировал, ни в Яндексе, ни в Гугле, нигде, это обязательно нужно делать. Да, ты правильно говоришь, вот дополню этот момент, что специалист вам может посмотреть вашу нишу, в которую вы пришли работать, и посмотреть вообще плотность, да, насколько она забита, и стоит ли, например, туда, ну, вам заливать деньги в рекламу, хотя, если вы посмотрите по плотности, да, например, спрос рынка там стоит, единиц, количество компаний, кто предоставляет, например, там 80, да, то есть у вас есть куда, как говорится, расти, и, например, вы можете с тем, что правильно прописали все ключевые фразы, провели все оптимизацию, вы можете естественным образом просто выйти в топ. Михаил, вот я разговариваю всегда категориями такими, знаете, все оптимизации, я расшифрую немножечко, когда вы загружаете, вот если вы молодой сайтостроитель, если вы загружаете фотографию на сайт, любую, подпишите ее, я специалист, психолог, проктолог, ну, то есть вы должны каждую свою картинку, каждый свой фон вы должны подписывать, чтобы каждый фон, каждая ваша картинка, каждый у вас текст, он тоже индексировался, потом в Яндекс картинках, если кто-то будет набирать там, да, какой-то там, будут вылезать ваши фотографии, как эксперта, как, ну, то есть нужно очень внимательно посмотреть, что вы пишете на сайте, и является ли это ключевым запросом, вот, плюс, когда вы делаете сайт, очень важно сделать слоган, вот, вот, помнишь, да, мы говорим, то есть в этом слогане человек, вот, читая первые вот эти вот буквально строчки, он должен понимать, что вы ему даете, за какое-то время он получит, и с помощью чего, вот эти три ключевых вещи вы должны в слогане писать, да, то есть, вот, BMW, что там, управление с удовольствием, да, или там? Удовольствие за рулем. Удовольствие за рулем, все, то есть у человека уже четкая картинка складывается, вы можете очень классно оформить по скрипту весь сайт, но вы забываете про этот маленький нюанс, и все, все летит к чертям, человек только посмотрел, все, ему начинают продавать сразу, знаешь, как, что вы, как там, на сайтах, да, что пишут, зачем, что, почему, то есть, вот, немножечко сначала, и очень важно сейчас, на сайтах есть очень много всяких штучек интересных, я недавно столкнулся, мы же про 21 год, да, говорим, есть видеоподсказки, есть специальные сервисы, с такими маленькими квадратиками, где вы, как бы, ведете экскурсию по сайту, да, то есть, человек немножко промотал какой-то, да, и появляется в видеоподсказке, и вы рассказываете, ребят, т-та-та-та-та-та-та-та-та-та, оно на 30 секунд может быть, но это интересно, ну, не упускайте это из виду, это очень хорошо помогает продавать. Ну, Ну, это называется, когда, чтобы вы понимали, потребители не все умеют пользоваться. И вот как раз… Да, то, что для человека понятно, не всегда понятно. Недавно делал сайт по марафону желаний, там все вроде для меня понятно написано. Девочка мне пишет в WhatsApp, говорит, Дмитрий, я ничего не понял, объясните мне, как купить у вас продукт. Думаешь, елки-палки, либо я что-то не понимаю, либо… Люди не хотят долго разбираться. Ну, вообще у каждого потребителя, ну, вообще у потребителя существует три основных ресурса. Это время, деньги и способность усваивать новый материал. Поэтому, чем проще именно усвоение материала, тем проще продавать. То есть, не должно быть затупов. Михаил, знаешь, вот самая главная вещь, которую ты сейчас сказал, время на освоение материала. Смотри, сейчас люди… Способность, да. Время. Да, время, способность. Люди сейчас, они не читают много. То есть, все, что написано полотном, например, люди не читают, им много. Люди читают там, когда есть абзацы, грамотно текст разделен, еще что-то прочее, да. Сейчас очень мало людей читают статьи, сейчас больше люди переходят на видеоконтент. И вот ты занимаешься интерактивными подкастами. Насколько я понимаю, интерактивные подкасты ты берешь эксперта, специалиста. Сегодня вот ты эксперт, да, то есть, по продвижению, по этому. И ты делаешь интервью, то есть, за 10-15 минут человек может рассказать о своих услугах, но не продавая их вот так в лоб, да, а рассказывая историю, ну, говоря о проблемах клиента, да, о том, как можно решить, с помощью чего, какие-то подсказки. Но самое главное, вот что в интерактивном подкасте должно быть, чтобы его смотрели, чтобы он был, ну, вот, как ты запоминаешь, чтобы он становился вирусом. Да, смотрите, для того, чтобы интерактивные подкасты смотрелись, слушались, это все-таки оборудование. Студия нужна, вот у нас сейчас студия, да. Студия, оборудование. Дайте общий план, пожалуйста, видеорежиссер, смотрите, у нас есть даже режиссер, который делает. Да, команда, которая помогает. Дальше, это сценарий, который мы проходим дальше. Сценарий, мы написали сейчас вопросы, мы не занимаемся водой, у нас каждый вопрос прописан, кроме шуток. Да, дальше. Дальше, это заранее отснятый материал, потому что мы сейчас с тобой общаемся, и в целом мы, ну, возможно, достаточно кому-то интересный материал говорим, кому-то может что-то интересное. Опять же, мы говорим про сегментацию рынка. Но если мы в наш видеоряд разбавим его заранее отснятыми какими-то материалами, роликами, фотографиями, все правильно, именно с места производства, мы как раз можем показать этот процесс и тем самым вызвать более, ну, скажем так, положительную реакцию у нашего конечного потребителя. Сейчас технологии позволяют, вот мы вчера записывали ролик, да, мы с тобой позволяют ставить какие-то картинки, видео, да, то есть ставить какие-то фотографии. Просто мы сейчас пишем все это единым дублем, у нас сейчас несколько камер, да, стоит, переключаются фоны, и плюс мы можем дополнительно что-то вставить. Плюс мы, если это видео попадает на YouTube, мы можем прикрепить ссылки, мы можем прикрепить дополнительные какие-то ролики с других каналов даже, например, да, или с этого канала по смежным темам. Да, во все загрузить, во все, мы загружаем во все платформы, которые перечислены, это Instagram, Contact, Яндекс.Зен, Ну, и YouTube и прочее, прочее, прочее. Да, и везде прикрепляются ссылки, то есть, понимаете, смотрите, если человек пришел на интерактивный подкаст, мало того, что они возьмут интервью в лайтовом хорошем формате за чашечкой чая, он может рассказать о своем бизнесе, как прийти, как работает, отзывы, еще что-то, вот, ну, какие-то вещи, полезняшку дать. И плюс это еще загружается на века, то есть, если это видео попало в YouTube, если там прописали грамотно хэштеги, описали все эти ссылочки, как может человека найти, это видео ложится на года. Бывает, я очень часто видел, делаются крутые сайты, там делаются там про то-то рекламопродвижение, но ты смотришь, когда-то 20 лет назад какой-то ролик просто, он проиндексировался, и его вот эти вот платные даже вещи не могут сдвинуть. Да, они немножко выше, но человек, когда смотрит ленту, ну, ленту, когда он в поисковике забивает, да, он смотрит не первые два объявления, он смотрит это третий, четвертый, как раз там вот ваш ролик с вашей вот этой полезной информацией. Поэтому, друзья мои, я рекомендую использовать вот формат интерактивных подкастов или хотя бы аудиоподкастов. Сейчас есть сервисы, да, которые позволяют записать аудиофайл в хорошем качестве, с хорошим звуком, вот, написать это на листочке бумаги или где-то на компьютере и проговорить это грамотно, без опинаний, без ошибок, и человек будет в наушниках на пробежке, как это делает Михаил, слушать вас. Как раз ты сейчас и затронул этот важный момент, что у нас сейчас идет параллельно и видеосъемка, и аудио, и записывается как хороший качественный звук. Мы отделяем видео от звука, и у вас получается аудиоподкасты, которые тоже мы загружаем на сайт, и люди, правильно ты говоришь, могут слушать это, кто-то слушает в Apple Music, то есть Apple подкаст, а кто-то в Play книги, и это тем самым тоже является как площадкой, это, кстати, очень сейчас актуально. На самом деле сейчас… Подожди секундочку, почему это актуально? Потому что человек хочет поменять свою профессию, ну, я не знаю, стать кем-то там, например, бизнесменом, и он собирает вообще всю информацию, он занимается поиском информации, и если он попадает, ищет, находит какой-то ваш ролик, это его цепляет, и если вы, например, занимаетесь инфопродажами, то это как вариант для вас замечательных продаж. Это, на самом деле, интерактивные подкасты, это очень имиджевая вещь. Это то же самое, как вас позвали на радио, да, и включили видео, да, то есть на какое-то… Подожди, я сейчас… Соговорочка про радио, что здесь человек конкретно идет к вам, это как к вам попал человек с его номером телефона в бизнес WhatsApp, это именно личное знакомство. Причем, смотрите, если вы попадаете на какое-то радио, да, там есть ведущие, которые вообще в теме могут не быть несведущие. Мы, когда начинали с тобой первые радиоэфиры, приходили на радиостанции, ты понимаешь, что ты садишься в кресло, у тебя берет интервью, человек не экспертный практически, вы не поговорили, не договорились, потому что это какая-то звезда, ты с ним не посидишь полчаса, не разберешь даже час, да, вот весь бизнес, да, он реально не совсем соображает. Он говорит какие-то вопросы, но ты потом понимаешь, что этот человек вместо того, чтобы раскрыть тебя, вместо того, чтобы тебе классно, вкусно подать, он просто задал те вопросы, которые ему в голову пришли, потом он убежал и забыл, как тебя звать. Есть такие сервисы типа Медиаметрикс, да, у них миллионная аудитория, я тоже там выступал в свое время, все хорошо после программы, ты понимаешь, что вместо того, чтобы ты говорил о проблемах человека, о том, чтобы что-то дать полезное, ты спорил с ведущим. То есть очень важно найти себе даже грамотного интервьюера, который тебя может слушать, а не который высказывает свою какую-то мужскую, женскую позицию обиженного человека, и ты вместо того, чтобы говорить расслабленно, да, вот в этом хорошем поле, ты напрягаешься, ты с ним споришь. И этот спор, вот это вот маленькое то, что транслирует интервьюер тебе, он ложится фоном на людей, то есть люди воспринимают интонацию, вот это вот где-то презрительное, либо вот насмешка, еще что-то. Это очень важно подобрать себе специалиста, который возьмет у вас интервью. Вот, что еще? Ну что, я… Давай, поскольку это дорого, насколько это дорого, например, человеку прийти, давай не так, смотри, чтобы перед тем, как разговаривать о цене, давай подумаем, что можно сделать. Смотри, прикольно прийти на интерактивный подкаст один раз, а если ты договорился, да, с какой-нибудь компанией и делаешь серию подкастов, то есть 10-15 встреч распланированных, да, и люди уже подписываются на какой-то плейлист, который размещен на ваших ресурсах, которые там тоже могут быть миллионы просмотров, да, или миллионы подписчиков у человека. То есть вот когда мы формируем понятие цены, нужно понимать, что это разовая, да, акция или вы, ну, как, знаешь… Я бы здесь, понимаешь, вопрос сейчас не затрагивал цены, а ценности. Ценности, да, я говорю про ценности. Здесь более важное слово – это ценность. Какую ценность представляете вы и представляет вообще то, что мы сейчас, например, делаем? Я думаю, что действительно этот ролик посмотрит много людей и примет правильное решение, примет в понимании того, какова ценность того, что мы делаем, и то, что они могут получить именно от того, что они… Тут в зависимости от того, что нужно человеку, от его запросов можно поиграть, потому что можно позвать человека в студию, это одна цена, да, это расстановка туда-сюда. Можно сделать так, твой инерктивный подкаст, они позволяют радиозвонок принять, да, ну, телефонный звонок принять, то есть либо по зуму как-то связаться, человек сидит в тапочках в своей квартире, немножечко поставил звук в свет, и ты делаешь так же интервью. Ты сидишь красивый человек, более-менее красивый, у вас получается разговор хороший. Я дополню, дело в том, что мы не просто можем это делать в записи, а это мы можем делать в прямом эфире, где заранее готовятся какие-то вопросы, если вы хотите получить обратную связь, или там, например, вы вкладываете какой-то, я не знаю, там новый товар и получите обратную связь, условно говоря, от фокус-группы. Вот, вы на, когда вы представляете товар или еще что-то о чем-то говорите, рассказываете, то вы можете, во-первых, вживую получать вопросы, на них отвечать, и тем самым понять для себя, рынок готов к тому, что вы предлагаете, или еще пока не готов. Плюс добавить лояльности людям, потому что вы реально с ними повзаимодействовали, покоммуницировали, сказали, ответили, что вы не какой-то небожитель. Вы можете пересмотреть уже, прежде чем, например, вкидывать большие деньги там в производство, вы можете получить обратную связь, что рынок, например, не готов к тому товару, который мы делаем, он может просто никому не нужен. Вот, например, смотри, Михаил, сейчас, чтобы продвинуться в соцсетях, нужно писать месяц, два, три посты, чтобы наполнить ленту постами. Они должны быть продающие, развлекающие, тра-та-та. Сделать сайт хороший, ну, 100 тысяч, может быть, да, там, таргетированная реклама, чтобы оценить видео, там тоже нужно много денег, на самом деле, да. А интерактивный подкаст, он может стоить небольших денег, да, то есть, ну, сравнительно, да, он ложится в соцсети, в YouTube, в Instagram, тра-та-та, это делается очень быстро, вот, и человек, потратив небольшие деньги, на самом деле, ну, сравнительно, 10-15-20 тысяч, да, например, может быть меньше даже, да, если это, ну, договориться можно обо всем, можно, он может быстренько выстрелить, быстро выстрелить. Вот это вот прикол подкастов. Еще что-то хотел сказать? Ну, ладно, ты пока скажи. В зависимости от того, что вы хотите получить, потому что на каждом этапе, скажем так, в каждом модуле интерактивного подкаста участвуют люди, люди, эксперты, профессионалы, профессионалы своего дела. Все правильно, смотри, если человек является экспертом, если к эфиру он привлекает своих радиослушателей, других, если он делает так, чтобы эфир вылетал в топ, тоже эфир вылетает в топ, можно даже на нем заработать за счет донатов, за счет еще платных вопросов, можно не просто, но даже окупить по идее, ну, свое, ну, вложение, да. Если же вы приходите на подкасты и вы являетесь интересным собеседником, то люди, задавая в прямом эфире какой-то вопрос, там, чтобы было понятно, есть общий чат, и, скажем так, кто в чате находится, тот видит. А когда всплывает на экране во время трансляции какой-то вопрос, это видят вообще все. И это как раз, этот вопрос, он остается в записи, и потом, впоследствии, вы можете, ну, то есть, видеть этот вопрос. Получается какая-то некая сопричастность с людьми, это вот, ну, именно живое общение, да, то есть, можно записать ролик красивый, классный, его не очень будет интересно смотреть, потому что люди между собой болтают, им абсолютно наплевать. А когда люди чувствуют, что с ними общаются, что читают их вопросы, что вникают в их проблемы, что человек может двумя словами, просто показав направление, да, поменять жизнь человеку, то есть, тут уже эксперты сразу, тут не надо ничего продавать, добавлять, человек сразу, имея контакты, пишет, напрямую созванивает. Хорошо. И я еще хочу сказать, что человек действительно принимает участие, то есть, его, ну, смысл-то в чем, идет прямая трансляция, его что-то заинтересовал, и он прямо здесь и сейчас хочет задать вопрос. Это как раз именно вот эта прекрасная возможность, задать вопрос здесь и сейчас, не откладывать его на потом. Ты готов за него заплатить? Да. Заплатить ту сумму, которая, она минимальна, то есть, она там от 15 рублей и выше, то есть, как бы так. Вот. Ну, все, Бихайл, мы благодарим тебя за интересное интервью. И тебя, Дмитрий. Подписывайтесь, пожалуйста, дорогие родители и слушатели на наш канал, будет много интересного, будет много интересных людей, ставьте лайки. Вы можете поделиться этим эфиром с теми людьми, которым это действительно сейчас нужно, потому что многие сейчас сидят, как бы вот зажавшись, как тот жук, разбудите, когда все закончится, вместо того, чтобы в это время прекрасных возможностей, когда, ну, люди действительно сжались, можно сделать классный проект. И мы сейчас помогаем вам, да, вот, даем какие-то полезняшки, чтобы человек даже в это кризисное время стартанул быстро и качественно. Дополню. Вы видите это видео, и я про себя хочу сказать. Вот. Я в последнее время стал везде ставить лайки, если я вижу, что мне что-то нравится, там, хоть какой-то вот фраза какая-то, я вижу, что человек затратил усилий для того, чтобы создать этот материал. Поэтому я всегда ставлю лайк и по возможности ставлю комментарий. Делаю комментарий. Это очень важно, да, провоцировать людей на комментарии. Вот сейчас Михаилович. Две важные функции. Если вы видите, что надо человеку помочь, вы можете вот таким вот простым образом помочь другому человеку продолжать делать то дело, которое он занимается. Я всегда пишу комментарии, знаешь, не меньше четырех слов. Вот это важно, потому что есть комментарии, причем нужно, чтобы классно поддержать, можно написать какой-то конфликтный комментарий. Даже можно поставить дизлайк, но это все будет продвигать видео, да, на канале. Что, на этом, наверное, все. У нас заканчивается батарейка. Да, у нас, да, поблагодарим нашего звукорежиссера. Да, Дмитрия Аласки, который помогал записать это видео с одного дубля. На этом все. Спасибо большое. Подписывайтесь на канал и на канал Дмитрия. И внизу будут все ссылочки на то, чтобы связаться с Михаилом и обговорить возможность записать интерактивный подказ. Да, и постараемся обязательно прикрепить тайм-коды, по которым вы будете нажимать, перейти на тот вопрос, который звучит на видео. На этом все. Спасибо. Пока. Пока.